Последствия инцидента на Ерьюзском месторождении устранены. Причины перелива нефтесодержащей жидкости и скважины на кустовой площадке выясняются. Об этом сообщил представитель подрядной организации КРС «Евразия». Сегодня на ефтепромысле работала межведомственная группа. К проверяющим присоединились и представители СМИ. Репортаж Алины Ваучейской. На Ерьюзском месторождении продолжается проверка. Проинспектировать объект прибыли представители природоохранных структур и профильного департамента, сотрудник МЧС и владельцы производственного участка. Проверяющих встречает главный технолог подрядной организации, которая выполняет на кустовой площадке плановые ремонтные работы. Вячеслав Емлин рассказал, что в это воскресенье произошел перелив нефтесодержащей жидкости. При плановом ремонте такие случаи не исключены. Происходит перелив. Последствия мы уже устранили. Перелив произошел на производственную площадку. Со слов технолога, инцидент практически рядовой. Нефтесодержащая жидкость за пределы кустовой площадки не ушла. Скважину загерметизировали, а территорию, на которой произошел перелив, отсыпали песком. Николай Новожилов, осмотрев месторождение, заверил, что экологической угрозы нет. Безусловно, мы постоянно контролируем работу подрядчиков. У нас есть специальная служба, которая занимается контролем. Поэтому будем продолжать также работать в штатном режиме. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений тем временем работают на территории кустовой площадки. Задача – отобрать пробы почвы. Берутся они в двух местах. В непосредственной близости к производственному объекту и на прилегающей к нему территории. Фоновые – это относительно чистые, которые не подвержены загрязнению. И уже вдоль обложки возьмутся провок, которые уже загрязненные. И потом будут они в лаборатории сравниваться, будет выдаваться протокол. И относительно фоновые, что здесь, и вот какая там загрязненность. И будет, соответственно, вызвано экспертное заключение распространства, которое они уже будут решать дальше. Скважина, из которой еще в воскресенье фонтаном Белонефт, сегодня загерметизирована. Ну а ответ на главный вопрос, нанесен ли ущерб природе, станет известен, как только придут результаты анализов отобранных проб почвы. Кстати, параллельно ведется еще и расследование причин, которые привели к такому инциденту. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север» и Рьюзское месторождение.